Если вы собрали много сыроежек, то сделайте из них грибную икру на зиму, ее можно подать на обед или ужин с хлебом, тостами или другой несладкой выпечкой, или использовать как начинку для пирогов. Сочная грибная икра – идеальная закуска под рюмочку беленькой, ее можно приготовить весной или осенью в сезон сбора этих съедобных грибов, по желанию вы можете добавить чуть больше овощей, но желательно чтобы они не перебивали грибной вкус. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите овощи от кожуры и промойте в воде, сыроежки также промойте в воде и удалите потемневшие, подпорченные части, нарежьте лук мелкими кубиками, а морковь натрите на терке с крупными ячейками, обжарьте овощные нарезки в казне или кастрюле с антипригарным дном примерно 4-5 минут до румяны. Нарежьте грибы средними кубиками, ломтиками, но не мельчите, так как икра отличается от паштета своей структурой, паштет практически однородный, а в икре состоит из кусочков продуктов. Добавьте грибную нарезку в емкость и всыпьте соль, перемешайте. Тушите примерно 25 минут, грибы выделят очень много жидкости сначала, но она выпарится и икра станет идеально вкусной. Добавьте лавровые листья, молотый черный перец и попробуйте блюдо на вкус, если оно готово, влейте уксус и аккуратно перемешайте. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Ошпарьте банки кипятком и выложите в них грибную икру, сразу же закрутите горячими крышками и переверните дном вверх, дайте остыть в таком виде и затем отнесите на хранение в кладовую, откройте по мере необходимости и подайте к столу. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Нам понадобится Сыроежки, полтора килограмма, морковь одна штука, лук репчатый, одна штука, масло растительное, 60 миллилитров, соль, 0,5 чайных ложки, лавровый лист, 2-3 штук, уксус 6%, 2 столовые ложки, перец черный молотый, 2 щепотки, количество порций, 2-3. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем, подписываемся, чтобы не пропустить новые вкусняшки моего канала. Надеюсь, было интересно. Приятного аппетита и следите за новыми публикациями.